МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях. Программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Помочь с выбором медицинской организации проследить, чтобы пациент был вовремя госпитализирован. Как страховая компания представляет его интересы при получении бесплатной медицинской помощи? Работотехников хирургии ожирения. Новосибирские врачи проводят операции по уменьшению объема желудка по новой технологии. День редких заболеваний. Как привлечь внимание общественности к проблемам людей с редким диагнозом? О чем необходимо знать пациенту при получении направления на плановую госпитализацию? Лечащий врач обязан информировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание специализированной медицинской помощи с учетом установленных сроков ожидания. На основании этой информации гражданин осуществляет выбор медицинской организации. Если вас не проинформировали о медицинских организациях, где вы можете получить медицинскую помощь по нужному профилю, тем самым не предоставив права выбора, обращайтесь в свою страховую компанию. Вот пример подобного обращения. Обратилась наша застрахованная. Ей была предложена госпитализация в стационар Калининского района. Сама она проживает в Ленинском районе. Соответственно, такой вариант ее не очень устроил. Поэтому связались с медицинскими организациями, которые расположены территориально с ее местом проживания, ну и разрешили эту ситуацию. Сроки ожидания медицинской помощи определены территориальной программой ОМС. В экстренных ситуациях угрожающих жизни человека госпитализируют немедленно в ближайший стационар. Когда предстоит плановое лечение или операция, срок ожидания не должен превышать 30 дней со дня выдачи лечащим врачом направление на госпитализацию. Исключением является высокотехнологичная медицинская помощь, при оказании которой сроки могут быть превышены. В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания превышает срок, установленный территориальной программой, лечащим врачом делается соответствующая пометка в медицинской документации. Для детей до 5 лет и беременных женщин отдельно определены сроки ожидания медицинской помощи. Они госпитализируются в плановом порядке не позднее 48 часов с момента определения показаний, при наличии экстренных показаний безотлагательно. Своевременность госпитализации должна контролировать страховая медицинская организация. Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи в 2013 году разработан и включен в правила обязательного медицинского страхования. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области разработана специальная программа по госпитализации. Страховая компания имеет доступ к этой программе и каждый день мы проводим мониторинг, отслеживаем по медицинским организациям тех наших застрахованных, у которых были нарушены сроки ожидания. В соответствии с тем, что мы видим, по каждому пациенту мы созваниваемся с медицинской организацией и уже детально по каждому пациенту ведем беседу. То есть разговариваем, почему, какие причины вызвали удлинение сроков ожидания госпитализации. Ну и, соответственно, в зависимости от того, что нам отвечает медицинская организация, разрешаем данную ситуацию. Застрахованному ВМС важно знать, что страховая компания представляет его интересы при получении бесплатной медицинской помощи. В случае, если нарушены ваши права на выбор медицинской организации либо превышены сроки ожидания госпитализации, необходимо обратиться в отдел защиты прав застрахованных в вашей страховой компании. Если у вас возникли вопросы, вы также всегда можете проконсультироваться со специалистами. Оксана, сколько себя помнит, всегда была женщиной пышной, но если раньше лишний вес ей не доставлял, особых неудобств, то с годами стали возникать проблемы. Представляете, с собой всегда таскать мешок картошки, потаскать его везде с собой. Поэтому и ноги болели, и давления, правда, тут не было, но проблемы очень были. Да даже проблемы в том, что ты себе купить ничего не можешь. Как только не пробовала избавиться от ненавистных килограммов, диеты, кодировки, физические нагрузки, не помогала. Поэтому решилась на радикальные меры, хирургическим путем уменьшить объем желудка. В Дорожной клинической больнице такие операции проводят уже почти 10 лет. Через небольшие проколы в животе ушивают желудок. Нарушение ткани минимальное, но контролировать качество шва таким образом очень сложно. Плохой обзор. Плюс у людей, страдающих ожирением, толстая брюшная стенка. Швы плохо срастаются. Чтобы свести такие проблемы к минимуму, исключить человеческий фактор, шивать ткани теперь будет не хирург, а робот. Врачу нужно лишь управлять аппаратом с помощью специальных джойстиков. В момент механического шва, когда нажимается джойстик, нож и сшивание скрепками идет очень плавно, без единого рывка. И плюсом к этому автоматически аппарат считывает обратно, правильно ли идет нож, не попало ли между браншами плюс ткань. Не получилось ли, что прихватили что-то другое. После операции пациент только за один год теряет больше 70% избыточной массы тела и килограммы назад не возвращаются. Такие операции с автоматическим шивающим аппаратом сегодня только начинают проводить в России, в Москве и Санкт-Петербурге. Оксана стала первой, кого прооперировали в Новосибирске два дня назад. Сегодня, глядя на нее, в это сложно поверить. Она уже гуляет по коридорам больницы, немного ест и может лежать на животе. В ближайшие дни женщина уже сможет поехать домой. В последний день зимы во всем мире отмечают День редких заболеваний. Главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей с редким диагнозом. Болезнь проявила себя, как только Владиславу исполнилось 18. Пожаловался терапевту на сложности с артикуляцией, получил рекомендации принимать успокоительные. Через 4 месяца стали отказывать ноги. Груз начал поднимать, ну прям незначительное вообще колесо от машины поднять. И оно падает, и сам падаешь. То есть все, как бы ноги не работают, руки не работают. И вообще падаешь просто на землю, и с земли уже подняться не можешь самостоятельно. Неврологи посоветовали обратиться в Центр аутоиммунных заболеваний. И здесь поставили диагноз – миостыния. Мышечная утомляемость – тяжелое хроническое заболевание. До сегодняшнего дня, хотя все неврологи ее знают, диагностируем мы ее недостаточно быстро, недостаточно часто, недостаточно, в общем, хорошо. Поэтому у нас больные приходят, к сожалению, к нам часто, болея по нескольку лет. А вот эти аутоиммунные болезни, в них особенность такая, что чем раньше диагноз поставили, тем мы больше преуспели в лечении. В регионе с таким диагнозом проживает около 400 человек. Но миостыния не входит в число по-настоящему редких, орфанных заболеваний. Там список ограничен 24 нозологиями. Встречаться болезни должны не больше, чем у 10 жителей на 100 тысяч населения. В Новосибирской области регистр таких пациентов ведут уже третий год. В нем на сегодня больше 250 человек. Информация про них есть в Минздраве страны. Главные специалисты области отвечают за каждого пациента по профилю. Многим требуются очень дорогие лекарства. Это очень, так скажем, ювелирная работа с этими пациентами. Это штучные пациенты. У нас есть уже определенный опыт по ведению дорогостоящих препаратов. Вот в плане гематологии у нас уже второй год лечатся пациенты, которые получают действительно дорогостоящие препараты. Лекарства, необходимые Владиславу, не входят в список дорогостоящих. К тому же врачи сейчас уменьшают их дозу. Три месяца назад молодому человеку сделали операцию в столичной клинике. Сейчас он может ходить, а еще начал писать музыку. Вообще с детства тянуло ко всему к такому. Но все время не было тут учеба, там где-то какая-то работа, ну такое какое-то. А сейчас неожиданно свободное время. Да, да, да. Сейчас как бы уйма свободного времени появилось. Я решил попробовать. Ну почему бы нет. Ну вроде получаться начало. И в интернете, где начинающий музыкант делится своими творениями, у него уже появились поклонники. Каждый сотый житель России страдает артритом. Среди причин инвалидности в США болезнь это стоит на первом месте. В Канаде в ближайшие 10 лет количество больных увеличится на миллион человек. Что такое артрит суставов и можно ли о своих суставах позаботиться заранее, узнаем у врача-травматолога Дмитрия Сагдеева. Дмитрий Сагдеев, травматолог-ортопед, врач высшей категории. Стаж работы 20 лет. Дмитрий Олегович, что такое артрит и как он влияет на жизнь человека? Артрит – это воспалительное заболевание суставов. Причин возникновения артрита огромное множество. То есть это могут быть какие-то хронические инфекции, которые могут приводить к развитию артрита. Тот же самый, ну из общеизвестных, допустим, хронический танзелит, которым страдает очень много людей, он может приводить к развитию реактивных артритов, то есть к воспалению суставов из-за того, что в организме человека присутствует очаг хронической инфекции. Какие симптомы должны насторожить? Симптомы как бы все классические, которые описали еще в древние времена. То есть отек, боль, ограничение функции, покраснение местное, то есть если это воспалительное изменение, то есть пять факторов, которые описали еще, как я уже говорю, пентада, цельса, галена есть такой термин. То есть тумор, рубор, колер, долер, функция леза. То есть отек, боль, покраснение, нарушение функции. Местное повышение температуры. Вот вам признаки артрита. Ну и как идет лечение? Лечение зависит от причины. То есть здесь все взаимосвязано. То есть чем сложнее, как сказать, фактор, который вызвал этот артрит, тем тяжелее его лечить. То есть ведь артриты бывают и аутоиммунные, когда идет сбой в сложных системах организма, сбой на уровне иммунитета, тогда это очень тяжело поддается лечению эти заболевания. Вот если это вызвано каким-то хроническим очагом инфекции, то есть санация этого очага, то есть устранение причины приведет к тому, что разрешится артритом, перестанет беспокоить человека. Как вы считаете, можно ли лечиться с помощью народных методов? Что из этого может помочь, а что наоборот навредить? С народными методами все очень сложно. Если этот метод помог, слава богу, если он не навредил. Но нет каких-то документального подтверждения, научных обоснований тех или иных методов. В некоторых журналах, весьма популярных, которые рассовывают по почтовым ящикам, приводят иногда настолько бредовые рецепты, например, смешивать поваренную соль со снегом один к одному и на поврежденный сустав накладывать. Тяжелейшие химические ожоги получают люди. И потом, помимо того, что там и так проблема, артрит, приходится еще и ожог этот лечить. То есть нужно очень осторожно относиться к народным методам лечения. При всем моем уважении и, так сказать, иногда и эффективности этих методов. Лучше всего, конечно, со специалистом, проконсультироваться с доктором. Ну а что необходимо для профилактики артрита? Как и у любых других заболеваний, здоровый образ жизни в первую очередь. То есть сбалансированное питание, санация хронических очагов инфекции, если таким сухим языком говорить. И в первую очередь это, конечно, здоровый образ жизни. То есть это физкультура, не профессиональный спорт, физкультура, а здоровление. Правильное питание. Как-то смотрела, что в календаре очень много известных людей родилось. Так что компания приличная, мне весело. У Марины Струцкой день рождения 29 февраля. Вспоминает, в детстве даже нравилось, что в невисокосные года родители поздравляют 28-го, а бабушка с дедушкой стоят на своем. Заранее нельзя. И празднует уже 1 марта. С тем, что торжественная дата не каждый год, с возрастом смирилась. А потом я поняла, что гораздо хуже, наверное, тем, у кого 31 декабря и 1 января. И все, все стало на свои места. Оборот Земли вокруг Солнца составляет 365 дней и 6 часов. То есть за 4 года набегают лишние сутки. В 46-м году до Рождества Христова римский император Гай Юлий Цезарь распорядился. Лишний день внести в календарь, добавив его к самому короткому месяцу года. 29 февраля долгие годы считали днем несуществующим. Не заключались сделки, не подписывали документы. Не принимали важных решений. Вот и молодая мама Яна опасалась рожать в последний день зимы високосного года. Но малыш Артем решил иначе. Я все-таки надеялась, что мы родимся 28 февраля. Но только получилось. Теперь будем смотреть. Все-таки мы родились до 6 часов вечера. Значит, будем 28 февраля отмечать день рождения. Многие будущие мамы при выборе даты планового Кесарева пытаются отказаться от 29 февраля. Пожелания пациенток всегда. Если есть возможность, то есть. Если нет, если идет угроза малышу, то, конечно, тут уже никто не будет смотреть. Будут родоразрешать. Экстренно или планово. Все в интересах ребенка. Родители Артура, как и многие, были бы не против в свое время записать сына в официальных документах на 28-е или 1-е. Не получилось. Зато каждые 4 года словно юбилей, шутит молодой человек. К тому же он читал, что в этот день родились творческие личности. Вот и Артур пишет стихи и фантастические рассказы. Хотя учится в медуниверситете. Ну, так медицинское, это тоже же творчество. Найти подход к лечению больного, к диагностике. Это тоже требует творческого умения. В этом году молодой человек не ждет больших подарков на день рождения. Говорит, деньги надо экономить. Впереди свадьба. Хотели в этом году, но вроде как в високосном плохая примета. Хотя, казалось бы, уж кому быть экспертом в суевериях. Узнайте больше о своих правах и возможностях. Программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин